Как декабристка, замужем. Так получилось. Причем, конечно, у меня было ощущение, что это я ненадолго задержусь. Что это я вот просто приехала, посмотрю, подержу супруга и вернусь в Москву. А получилось так, что Самара меня захватила и не отпустила. И держит до сих пор в своих крепких объятиях. Каждый театр переживает разные периоды. И мне так повезло, что получилось. Вот я сейчас в третьем периоде. В третьем периоде театра и в третьем периоде я. Первый это был Петр Львович Монастырский. Это был один театр с этим руководителем, с его эстетикой, с его режиссурой. Потом пришел Вячеслав Алексеевич Гвоздков. Это был совсем другой театр. И сейчас третий театр. И я вам скажу так, что все они, конечно, разные, но все имеют право быть. Дай ей вот и нормально. Я не могу когда-то кричать. Подожди, сейчас я не могу. Подожди, куда я его? Мне кажется, вот сюда положил. Ой, вот сюда. Это замечательно. Это так и надо сыграть. Если, предположим, очень сложный спектакль, я к нему готовлюсь не за одни сутки, а двое, трое. Именно настраиваюсь на эту роль, чтобы вот именно войти в это пространство. Я же говорю, отключаю телевизор, телефон, все. И даже в Гринборную прихожу. Все уже знают в театре, что я прихожу. Но это старая школа Засухина Версана Ершовой и Засухина Николая Николаевича. Я прихожу за четыре часа до начала спектакля. Нет, вот прибежала, что-то там сыграла и убежала. Мне надо именно настроиться. А вдохновение, ну, это у нас, это мы учили как раз в училище, как будоражить свою фантазию, как подкладывать свои личные, личные воспоминания. Предположим, если нужно какой-то драматический кусок, я просто вот знаю в одном спектакле, мне стоит только подумать об этом человеке и слезы фонтану. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok